Команда Secret забирает себе ещё и Луну. Такие дела. Забрали всех вообще, кого только можно было. Луна для Артизи, Фин оф Пейн для С4, Дарк Сир у нас для Зая. Сейчас для Пупе и для Кура ещё заберут каких-нибудь их героев, на которых они умеют играть прекрасно. Ну и ВП шансы становятся всё меньше и меньше. Мидлейн то ли Лина, то ли нет. Неизвестно или Данн, в принципе, на линии отыгрывает и достаточно часто. Лина у него бывает, что и с рефрежерарбами и аганимами появляется, и двумя лагуноблейдами просто унижает какого-нибудь мейнкерри. Такое может быть, может быть, но для этого надо, опять же, игру затянуть до момента нормального фарма. Тим Секрет забанили антимага и фантом лансера. И ещё они забанили гирокоптера. Ну тут или Данну, конечно, обрезали всё, что только может быть. Может, какая-нибудь Спектра, например. Например. Или Войда вспомним. Был же такой герой. Вичдоктор плюс Войд. Почему нет? Хорошая комба. Функциональная, рабочая. Да, там нельзя Дезвард ставить в хроносферу, но его можно ставить рядом. Зачем его ставить в хроносферу? Куда хочешь его ставь. Долго, конечно, не было Войдов в пиках, но, блин, ну может же сейчас он появится. Потому что, посмотрите, просто по Кири тухляк полнейший. Кири-герои один за одним отпрыгивают, отлетает визаж от команды Virtus.pro. Я что ли знаю, кто будет Кири-героем у команды Virtus.pro? Не может быть. Неужели холодная тётка? Холодная, как сердце ваших бывших. 10 секунд remaining. Ну и Team Secret пока ещё думает. У них, в принципе, что? Три основные линии уже есть. Надо просто добрать саппорта себе. Туско не вижу в бане, а значит он будет в пике. Это нормально. Шейкера, конечно, забрали. Virtus.pro, а так бы Туск плюс Шейкер зашёл нормально. Я думаю, даже по данной комбинации. Хилл есть, Darkseer всегда вывозит себе хиллку. Дэмэджа много, Queen of Pain plus Luna. Ну, Шейкера забрали Virtus.pro. Рискнут ли туско брать без Шейка? Игроки команды Secret узнаем. Тут кого-нибудь, кто всех бы... Ауи дэмэдж очень большого команды Secret. Как бы не зашёл, например, какой-нибудь... Виномансер, например. Вот Team Secret с хорошим мультом. Ауи дэмэджа. Shadow Shaman. Такая вот история. Будут пушить. Ну и что? Дроу Рейнджера или нет? Team Secret понятно, что об этом думали и предполагали. Но зайдёт ли, не зайдёт. Рискнут ли ВП или не рискнут. Последний раз Элидан на Дроу Рейнджера, играя против Team Empire в финале... В финале ЕС портала... На самом деле... Закончил со счётом 1.8 или 1.9. Там не зашло. Если против Империи не зашло, против Секретов тоже есть вариант, что не зайдёт. Пёс его знает. Сложноватая, конечно, ситуация. Террор Блейк. Шторм Спирит от ВП. Ну а куда этот визаж тогда? К чему этот визаж? Луну после того, как она даст Эклипс топить или... Не очень понимаю на самом деле. Ну и бан от ВП. И мне кажется, вот Секретов в следующем банном всё-таки будет забаненная Дроу Рейнджер. Два саппорта есть. Мидлейн есть. Оффлейн тоже может быть есть. Да, Дроу Рейнджер сразу же в баню от Team Secret. От собаки всё знает, а? Туску от команды ВП. Но они же не рассчитывали, наверное, на то, что... Дроу Рейнджер им просто так достанется. Подвизажа это классическая классика классики. Кого теперь брать? Опять Мендузу? Тут никакой вариант. Ну Шторм Спирит, наверное, будет идти на мидлейн. Я думаю, Лина будет для Эллидана. И надо брать оффлейнера команде Virtus.pro в таком случае. Магнус уже один раз не зашёл. Энигма от Team Secret. Пупей, пупей, пупей. Ликана вообще брать и пушить всех. Или Бестмастера на Сложную, например. Тоже хорошая тема. Или Варлока. Сайленсер от ВП. Или Данн будет играть на Сайленсере. Да ладно. Да ну, да ну почти... Да как так-то, а? Шторм Спирит будет... Фангалина, Лина Саппорт. Фобос будет играть на Шейкере Сложную. Шторм Спирит будет стоять мидлейн на... От Года. И Сайленсер это Иллидан. А ну-ка быстренько свапнулись, ребятушки. Да хрен там, никто не свапнется. Окей. ВП наверняка знают, что делают. Но у них есть шанс поделать это ещё. Либо это последний раз, когда они на данном интернешнале могут что-то делать. И останутся в топ-8. Конечно же топ-6 гораздо приятнее смотрится. Пожелаем удачи нашим ребятам. Спас... Забирает себе Луну. Он уже похоронил в предыдущем противостоянии своего соперника на Луне. Ну, посмотрим, как сейчас будет. ФНГ будет играть на Лине. Или Дан на Сайленсере. Год это Шторм Спирит. Фобос это Шейкер. И Лил забирает себе Визажа. Фобос это Шейкер. Ну, Хаткуру тут нарядился Шадоу Шаман как. Жёстко. И Мортал. И Мортал. Посохи. Что меняется? Шейкл. Из Шок. Что меняется? Пока непонятно, что меняется. Варды меняются. Кхм-кхм. Такие обоюдные варды. Здесь варды. Тут команды ВП, чтобы видеть ХГ. И здесь варды, чтобы видеть ХГ на Мид Лейне. Квапа забирает себе руну от команды Секрет. И ВП руну забирают внизу. Год на Мид Лейне против Квин Оф Пейн. ФНГ рядом. СФО могут здесь и увидеть. Ну, ФНГ. Лайтстрекер и не качал. Просто задул ВСФО и ушёл отсюда. Сложная линия от команды Виртус Про. Это Фобос на Шейкере. Нижний лайн это Иллидан на Сайленсере. И Лил на Визаже. По идее, Зайи должны загонять. Через Глэйвы нормально можно спамить. Иллидан это делает уже. Есть чем цеплять. Опять же, замедление прекрасное плюс. Плевок. Ну, Иллидан пока Зая вообще глаз не спускает. Постоянный дэмэдж. Ну, так и надо играть. Против Секретов иначе играть нельзя. Ты только даёшь им хоть немножко спуск. И команда идёт и выносит тебя очень быстренько. Самое интересное, что им это несложно делать. Против Папы неудобно стоять, конечно, год на Мид Лейне. Год в порядке, безусловно. Но здесь Шедоу Страйк в порядке сам по себе. Как спелл. И уже Шторм Спирит вынужден хилинг селфью Зайдес. Вот та же история. Иллидан 6 на 6. 7 на 6. Он всех динает. Зая не подпускает. И это уже приятно видеть. Так вот, стопили Зая. Сёрдж сразу от него. О, в спинку полетели. Глоевые просто плевочки. Зай половину ХП потерял. Иллидан пошёл фармить дальше. Хрен тебе, Анимеку. Сколько можно уже? Год. Уже с Батлой. 8 на 2 у него. У СФО 5 на 2. Год перефармливает своего оппонента. Пупей тут. 12. Пупей божит. Ну, это понятно. Ну, это даже как-то и не считается. Ой, Куру поймали. Куру, кстати, могут и убить здесь. Год провязал хасту. По идее, должен сваливать Куру. Точнее, должен сваливать в смысле, как бы убивать. Вот я о чём. ФБ. Год провязал здесь тысячи ремнантов. Просто, чтобы оверлоат проработал. И был вариант развалить своего оппонента. СФО плюнул на... Плюнул на Года. Год. Отходит. Года уже 11 на 2. У СФО в это время 11 на 3. Очень ровно идут. И Лидан перефармливает даже по количеству крипов Пупея. По нетворцу, разумеется, повыше всё. У Лидана 1700 у него и у Пупея 1200. И первое место Год. У Года 1800 с копейками. Ну, нормально. По фарму всё хорошо. Зая тоже наказывают. Лил не подпускает его к крипам. 2 на 0 у Зая. Либо подставляйся, либо я не знаю. Либо иди к чёрту отсюда. Хватит фармить наши линии. Хватит сидеть на наших стульях и спать на наших кроватях. Проваливай. 1-0 счёт. ВП пока ведут. По голде они впереди на 1000 с копейками. По экспириенсу 0. Куроке ждёт, когда выпадет шанс выйти и развалить Года на миде. Хоть бы кто из саппортов, я не знаю, втыкал бы это. Артизи в это время 9 на 2. Не печально? Год не подставляется, что хорошо для него. Ну и Кура ушёл отсюда. Ситуация обострённая, немножечко разрядилась. На сложной линии Фобос. 21 на 5. У Артизи 15 на 2. Что? Как? Что? Как? Как? Как что? У Фобоса 2... Так, я ну-ка, я Крипстат открою. 22 на 5 Фобос. И Луна 17 на 2. Что-то я не до конца как-то немножко понял эту доту. В это время ещё и Зай отваливается и уходит куда подальше. Ну и ВП тут просто все линии сгнобили вообще своих оппонентов. Как там Год поживает? У Года 16 на 3. Медлайн Квапа 22 на 13. Вот из Фо тут более-менее тащит, но... Здесь Пупей выфармливает. Тоже не самая приятная, конечно, вещь. Но Пупей выфармливает не столько, сколько, например, даже Шейкер выфармливает. Второе место Фобос. 2200 у него. Фобоса 2200. Уже готовы Транквилы. Фобос пошёл вместе с ФНГ на Куро. Какая хреновенькая фессура. Задувка. Ну и... Оставляют Фобосу или не оставляют? Доставь. Доставь ты. Фобос забирает фраг. 1-0 уже у Фобоса. Чё-то тут как-то запахло купленным. Что происходит? Что с командой Сикреты? Они сломались? Не поверили в себя и перестали играть? И Зай не подходит близко к Тавру. 7 на 0. Оль, кое-как. Так это Дарксир, который фармит через Айн Шелл. 37 на 21 у Иллидана уже. Первые три Крепстата. Так, Шторм Спирит от года. Ещё и Артизи забирает. Где ты это делаешь? Шторм. Так, давайте смотреть. Я не могу. Тут нельзя пропускать ни единого фрага. Это очень важно. Это не так делается. Тем более убивают Артизи. Вот так вот. Фессура. И Артизи отваливается. 3-0. Команда Virtus.pro. Что-то случилось с Сикретами или что-то случилось с Virtus.pro? Что это за заряд такой-то? Сикреты по экспириенсу больше выфармливают, но потому что Пупея в лесу нормально имеет. Левел уже седьмой. Год Мидлейн и то шестой. Блэкхолл по году. Сфо прыгает на него. Доигрался год на скрипке. Быстренько с ним справились. 3-1 становится счёт. И сейчас Дениша капнула Сикритом. Нормально. 571 голды. И 460 экспириенса. Ну, повеселился немножко год. Странно, чего он, собственно, ожидал от Пупея. Что Пупея будет думать по поводу Блэкхолла? Да не будет думать. Да сразу и думать нефиг. Иллидан. 44 на 25. Ловят Зая. Сайленс по нему пошёл. ФНГ видит Зая. Зая должны убивать. Плевок в него. И Визаж забирает этот килл. Артизи сюда приходит. Просто проюзать всё вообще, что только можно. Артизи развалили. Иллидан тоже отправляется в таверну. Сфо даблкил. Лила тоже стопят. Лил в таверну. 5-4. Я отказываюсь это видеть. Что это такое? Ааа. Вот итогу этого файта. 880. Голды секрет и 1000 экспириенсы. Тоже секреты. Недолго музыка играла. Так что-то шаман был убит. Это всё где? Это на топ-лейне ФНГ. И кто-то здесь у нас. ТП-шился. Пытался, по крайней мере. 6-4. Счёт. ВП по-прежнему ведут. По фрагам. Но по голде в ноль абсолютно. И секреты по экспириенсу полторы тысячи выигрывают. Слышу. Года где-то. Год в это время выфармливать леса команды секрет. А здесь леса команды ВП выфармливают Энигма. Пупей нашёл уже своё место. За СФО прыжок. Иллидан. Глобала нету Иллидана. Иллидан будет соло драться с СФО. Вот неприятно. Есть стики, но не доживает в итоге. Иллидан. СФО в соло его разбирает. Без Суник Вейва. Просто руками. Иллидан. Так, Год в это время забирает Тауэр на топ-лейне. И ФНГ здесь. Здесь Фобос. У Фобоса, кстати, голды. Такое ощущение, что и не было. Где твой Даггер, Фобос? Так хорошо всё было. Что ж случилось с Даггером? Фобос уже на пятом месте по фарму. Иллидан на четвёртом. Пупей на третьем. Год на втором. И на первом СФО на Квин оф Пейн. Только потом идёт Артизия. Это не может не радовать. У Артизии беда. Печаль полнейшая. Ринго Факвила. Брасер. Артизия тут, конечно, на соцспособии. Но, блин. Он-то выформит своё. Ему не сложно. Ему вообще не сложно. Но выформит ли своё, например, Лина? Вряд ли. А кто будет дамажить? Сайленсер? Сайленсера 0-2 счёт. Шторм Спирит. Тоже не топовый здесь по Крипстату и по Нетворсу. Ну и здесь есть Луна, здесь есть Блэк Холл, здесь есть Стяжка, здесь есть Варды Шадоу Шамана. Контроль в виде Хикса и Шейклов. Много всего, конечно, очень много. Глобал пошёл от Иллидана. Гот в это время забирает Артизии и бежать отсюда. Типа сразу Гот. 7-5 счёт. 11 минут прошло, и ВП выигрывают копейки по золоту и по экспириенсу графики в их сторону движутся. Давайте смотреть артефакты. Время, в принципе, пришло. Здесь мы видели Артизию больше смотреть на это не хочу. Кура. Бутсов Спид 640 голды. Квин оф Пейн. Обливент Став есть. Есть ПТ. Нул Талисман. Мэджик Вант. Боттл тоже имеется. Дарк Сир без ничего особенного. И Пупей меня больше всего пугал. У Пупей есть Сол Ринг. И пока ничего так. Так, в это время Квапа разбирает визажа. Полетели маленькие визажи дальше за СФО. Ну, это так. Вопрос времени, в принципе, сейчас ещё и полакомится вот этими ребятишками. Да, она отдаёт одного из фамильяров в этом вопросе Лилу. И очень жалко. Очень даже жалко. Теперь давайте по артефактам команды Virtus.pro. Появляется Чейн Мэй у визажа после Транквил Бутсов. Лил собирает себе медальонов Кураж у Шейкера. Сол Ринг есть. Есть Транквил Бутсы. Стал Шилд. Трингов Протекшн. Маджик Вант. Мелочи, но приятные. Год. Нул Талисман. Сол Ринг. Пауэр Трэдс. Боттл. И Мэджик Вант. Ну и со стороны Сайленсера. Виталити. Бустер есть уже. У Илли Дана будет Ротов Фаттос. Есть ПТ. Есть Нул Талисман. Мэджик Вант. И есть Деньги на Один из Ставов Физер Три. Лина от ФНГ это... Это слабее всех понотворцев вообще во всей игре. Поэтому Лина не обсуждается здесь. Квапа приобретает себе Оркит. Например, Сайленсер. Жертва Номбо Уан. Дальше Год. А вот и Год, кстати. Все, Квапа за ним. Года развалила. Солячок просто это делает. У него не было Соник Вайва, кстати. Просто покричал. Он дал Шадоу Страйк и дал Сала. И убивает Года. 8-7 становится счет. 500 голды Сикрет и 880 экспириенса. Тоже для Тим Сикрет. Графики поползли опять в сторону данного коллектива. Как поползли? Они посыпались в их сторону. Две с копейками здесь, две с копейками здесь. Лил выплевывает все в Пупея. Пупей пока Блэк Холл не юзал. Лил отправляется в таверну. Просто во всех частях карты. Фобос на Пупея. Лоу ХП-шный Пупей в Глиммер Кейпер разворачивается и уходит. Фобос пешочком, пешочком, пешочком. Два Фамильяра, но вряд ли они убьют Пупея. Хотя могли бы. А что не полетели-то? А здесь Артизия провожает. Потому что. 9-9 счет. Секреты 3к по золоту, 3 по экспириенсу. Радиенс Боттон-Тауэр Дороговато стоил. 1250. Ни хрена себе дороговато. 1400 по экспириенсу за него. А что там за Бион Годлайк Стрик? Да нет, тут Unstoppable Стрик был уже. 7-0 шел. С4, поэтому неудивительно, что так дорого он стоил в команде Virtus.pro. В оценку. Ига. 16 пока. В оценку. Так. Глупее с Глимеркейпом, но у него пока еще нет даггера. Поэтому пока что можно давить масс-файты, можно самим начинать до того, как это сделают соперники. Ну и даггера нет у Шейкера, тоже минус в этом некий присутствует. Фобос пошел первым, здесь можно через Фамильяров, если Фессуркой поймать, а можно поймать Фессура. А почему Фамильяры не летят, почему так долго все? Ребятки, это просто какая-то задничка. Как такое вообще происходить может? Где Фобос? Фобос здесь, Фобоса нет даггера, но Фобос не идет в толпу. В итоге Фобос на хайграунде стал, ульта пошла от С4, пока что размен 2 в 1, Блэк Холл по одному Году. Глупее не очень удачно, Блэк Холл юзает, по идее мог бы Готы развалить, Глупея почему-то не убивает. Ну и С4 за годом, Год без маны, Год отправляется в таверну. Ааа, бежит, бежит, старается, ну блин, это какая-то, я не понимаю. Вы даете Фессуру, садится одна птица, сразу на Фессуру, садится вторая птица, сразу на Фессуру. И после этого, пешочком, точнее во время этого, идет Фобос, дает эхо слэм по всем, и вы нормально выигрываете файт. Я что, как бы, я что, многого прошу, ребята. Странная реализация на самом деле, Фобос не умер, ему нужен даггер, это понятно все, но Фобос мог заработать здесь хорошенько. Фобос не умер сейчас, тогда Фобос пойдет сейчас умирать. Зай ловит Фессуру, у него 60 КП, Фамильяры будут сейчас бить Зая, добивают Зая Фамильяры. Уже неплохо, ФНГ туда задувает. Артизи без ульта, Пупей без ульта, Пупей начинает разваливать здесь, или Дан, Пупей уходит в инвиз. Ой, здесь не надо заходить-то, там варды, там просто ад. Артизи будут ловить, Артизи ловит Фессуру, Артизи забирают. С вардами тоже драться не очень, хотя можно, можно, можно еще и подфармить немножко. Минус 2 делает команда ВП, неплохо так, в принципе, разбирается, Рошана не должна забрать. Фамильяры здесь все на свете, и Шторм Спирит забирает Аяго. Хорошо, у Шторма есть уже почти Бладстоун, копейки остаются до приобретения Энерджи Бустера. А именно, 380 копеек. По голде ВП отыграли немножко, забрали Аяго, это уже безусловный плюс, забрали Роху, тоже для всех плюс денежный. 2000 на руках у СФО, есть Огрклаб, то ли Аганим, то ли Блэкинг Бар. Пока непонятно, скорее всего, БКБ, я думаю. Квопа тут вообще СФО, он вроде как рассудительный парень. Блэкинг Бар, он пополезнее, наверное, чем Аганим даже будет. У него стрики большие, ему нельзя умирать, и... Наверное, лучше все-таки в БКБ пойти. После Глимеркейпа Виталити Бустер появляется у Пупея. Боюсь даже спросить, что это. Наверное, это... Ну не это же. Не это. Ну и Бладстоун вряд ли он будет собирать. Секреты выигрывают 1000 по золоту и по экспириенцию 500 в их пользу. Штурмспирит уже с Бладстоуном. Все, год готов. ФНГ. Форстав планируется, как я понимаю. Или нет, Юл, скорее всего, да, вот Лины. У Иллидана после Ротов Атос есть Пауэртретс, есть Мэджик Уонт, ну, Талисман Фобос. С Даггером у Фобоса Транквил и Сол Ринг и Визаж Солар Крест есть. Есть Транквил Буцы. Смокут команды Виртус Про. Хочется говорить шепотом. Ребята идут в смоке. Сейчас бы Фобос ворвался на Кура и Зая, но он их не видит. Зато они видят Пупея. Пупея входит в Глимеркейп, просветка по нему. Пупей с Блэкхоллом не успевает дать Пупей Блэкхолл. А если бы дал, конечно, здесь... Ну, постояли бы все красиво 5 секунд, правда, врываться никто бы не смог. Смок заюзан, смок реализован. И это, знаете ли, огромный плюс для команды Виртус Про, что они делают хотя бы такие одинокие фраги. Иллидан забирает табор по мидлейну. Иллидану надо. Он керри-герой, он должен зарабатывать деньги. Штарм Спирит должен зарабатывать заряды в Бладстоун. И все. Все остальное приложится. Квапа прыгает вниз, хосту забирает. С С4. А если бы не было там хосты, а было баунти руна, например. Вот смеху-то было бы. Поймали бы моментально. Развалили бы, я думаю, тоже за секунду. Пупей просто не покупает блин, просто с Блэк Холл тут не начнешь, потому что Глобал дадут. Пупей Шаре. Ну так, извините, Блэк Холл можно дать и в Иллидана. Иллидан же тоже, посмотрите, не держится, фиг знает где, от команды. Бегает точно так же рядом с Лилом там, рядом еще с кем-то. Рядом с Шейкером даже умудряется топтаться. Год приобретается в Гропа в Зе Мэджи. Будет Сайленс от него. Тут по-хорошему, конечно, будет, я не знаю, собрать бы еще какой-нибудь пуш, дополнительный пуш. Артефакт, такой вот по типу Некрономиконов и подфамильяров всю эту ерунду пускать, чтобы вместе общим количеством сносили соперника. Пупей ждет дать Блэк Холл на Пупея, здесь Лас Ворд. Фессура, Пупей лоу КПшный, Пупей под Сайленсом, разваливать его еще до того, как он выйдет из него. Минус Пупей. Минус Тавр. Год забирает Тавр и Сайленсер забирает Энигму. Хорошо, Виртуз Про. Отлично, Виртуз Про. Умница, Виртуз Про. Тысячу голдей в плюсе ВП и по экспириенсу ноль. У меня, конечно, не покидает странное чувство, что где-то фармит Артизи. Что он когда-то придет и начнет спрашивать с командой ВП, почему вы так долго давали мне фармить. Сайленсер двенадцатый левел, десятый Лина, тринадцатый, почти четырнадцатый год, не почти, а четырнадцатый. Па-бам. Полторы тысячи у него на руках, приобретает уже один Абливин Став. Фобос. Став у Физодри есть, в Курьере ничего. И Визаж, Солар Крест, после Солар Креста, Пойнт Бустер для Лила и остается 2400 до Аганима. Фобос в Инвизи за С4. С4 его не видит, Фобос это знает, к Фобосу кто-то идет, идет ФНГ. Эхо Слем, Тотем, Фиссура, Лагуна Блейд, убьют, не убьют, убивают. Фиссура от Фобоса очень удачно, наконец-то. Фух, забрали сразу же с Фобоса, я представляю панику вообще этого парня. Гюстав, если не ошибаюсь, зовут его, 809 по голде, 1600 по экспириенсу. Просто бум из ниоткуда шарахнуло, на мину наступил чудак. Хотя вроде минера не было, как так получилось? Надо было от первого лица смотреть все, что с ним будут делать. Ну и пока давят ВП, 2,5 по золоту, по экспириенсу полторы. Визаж приобретает себе гем. Сейчас пойдут разбивать варды команды Сикрет, которых нет в принципе. Здесь вот стоит вард, сентри и все, на этом, на этом все. Пупи и прячется в леса, но здесь же перемудрят, конечно, Сикреты. Перемудрят в смысле, не в смысле там слишком много себе возомнили или надумали, а в смысле передумают команду ВП. Они очень хитрозады. Они уже этим хитрозадством повыигрывали и повыходили в финал и тысячу раз. Пупи и С4 вспомните хотя бы. Так что затягивать игру и ждать, что там мы будем очень сильно перефармлены, и мы их там накажем, да они что-то выдумают. Быстрее гораздо, чем просто пойдут в лоб с вами драться, будучи слабее. Так что здесь перефарм должен быть колоссальный. Или постоянная агрессия, постоянное давление на Сикреты, чтобы они не понимали, как с нами, с папками, и так можно обходиться. Команда ВП забирает Т2 по туплейну. В это время здесь Тавер постихонечку дамажит игроки Сикрета. Пошел клип от команды ВП. Дальше идут на хайграунд. Так, будут ли лететь? Здесь ТП 9 секунд нет. Здесь вообще нет ТП у Дарксира. А, Зай на хайграунде. Пап-па прилетела. Ну и ничего, уже пушат. Не заходят особенно, конечно, на ХГ, но есть, в принципе, фамильяры. Есть эскейпы у Года, есть эскейп у Фобоса. Пупей. ФНГ отпушить отправился вниз. У него уже готовый Юл. СФО бежит дальше за всеми, но тут возвращаться лучше бы всем вместе. На самом деле они по одному. У Юл есть у Фобоса, и у Элидана. Уже есть алтимейтор. Элидану нужен Хекс. С Луной надо разбираться. Даже не столько, наверное, с Луной, сколько с Квапой. Но тут есть БКБ у обоих. Ребят, они не случайно в доте оказались. Оба причем. Шадоу Шаману от Куроку прям-таки Ти-Ай-4. 0-5 идет уже Кура. Энигма все-таки собрал себе Вангвард и Баклер. Какой же и Баклер Пупея? Тут Кримзон Гвард будет. Что? Простите. Да, 17-12. Ну, ладно, его личное дело. Его герой, его правила. 4К, ВП по золоту и по экспириенсу 2-800. Эту карту можно отжать команде Virtus.pro. Можно и нужно. Смоук от Team Secret под собственным центром, чтобы спалить. Есть варды, нет вардов. Нет вардов. И пошли. Год приносит себе Оркет. 10 зарядов в Бладстоуне заходит в спину команда Secret. Разброд и шатание тут, конечно, от ВП. Далековато все. Фобос далеко. Надо фамильярчиков отправить, или что им фамильяры не палят, кстати. Смоук. Сейчас Лил наткнется. Я тут с высоты я из фрога просто наблюдаю. До Смоука. Секунды. Смоук спадает с Артизи. Должны видеть Артизи. Все, фамильяры его увидели. Год должен врываться уже. На Пупея. Сразу же сайленс на Пупея. Пупея разорвать еще до Блэк Холла надо. Кримзон Гвард от Пупея выживает, а? Блэк Холл прямо под варды. Года, скорее всего, убьют. Или Дан уже в таверну. Год в таверну. Лил. ТП аут. Охренеть. Подрались в собственном лесу. С фамильярами. С врывом в Пупея. И Курьера своего подарили. Не может все нормально быть. На самом деле, по итогам этого файта, тут тысячи, наверное, две отдали команде Сикрет по золоту и по Экспириенсу. Тоже, думаю, тысячи полторы, наверное, отдали. Что самое печальное, умерло два топ героя команды Виртус Про. Год и Иллидан. Эсфо на Квапе. Тринадцать с половиной тысяч. Две тысячи обгоняет Года и... На четыре практически обгоняет Иллидана. Ну и уже потом идет Пупей, топ-4. Дальше Артизи, топ-5 и только. Потом Фобос, Лил и ФНГ. И саппорты, конечно, пожестче, чем здесь, чем Кура, но намного слабее, чем Пупей на Энигме. На Рошана заходит команда Виртус Про. Пупея не будет Блэкхола. Еще 119 секунд, видит Кура. Год, Год может, кстати, Кура развалить. Кура входит в Симмеркейп от Пупея и... Возвращается назад на Рошана год. Но Ироху просто отдают секреты. Они не будут за него драться. Такой подарок с барского плеча команды Виртус Про. Нет Блэкхола, поэтому еще драться. Нет вардов, смысл драться. Ворваться не получится толком никому, потому что... Даггера у Энигмы нет. У Шадо Шамана тоже нет даггера. Врыв невозможен. Клопа только и... Дарк Сир могут залететь. Остальные все несчастные. Луна. У Жехилма Фаэронвилл есть. Есть. БКБ 9 секунды у Артизи. И Доминатор прилетает для Артизи. А ну-ка, бери. Бери большого крипа и иди себе с Такой. Хватит это терпеть. Пятое место. Астана Этвор сломает. С4 прыгает на Иллидана. Форс став на С4. А С4 под хостой. Не форс став, точнее, а ротов Атос. Иллидан лох-эпешный. Ульта от С4. Уже Келлинг Спри. ФНГ отсюда отходит. Есть байбэк от Иллидана. Ну, не нужен в принципе. Тут просто поразвлекался. С4 и ушел. 680 по золоту. 1500 по экспириенсу. Драка. Последняя вот эта в лесу. Перевернула все напрочь. С 4000 ВП по золоту. Они в минус уходят. По экспириенсу ВП. Выигрывали 3. Теперь уходят вниз. До 1000. Что вот, что с ужасом для себя я осознаю в данном матче. Есть Шторм Спирит. Это, конечно, очень классно. Клэйте. И есть Сайленсер. Но на фоне Квапы и Луны я бы не поставил ни на Шторман, ни на... Ну, Шторм, допустим, да, достаточно неуязвимый парень. Под Глобалом тоже можно драться. Но здесь Луна. Она просто с руки будет разваливать. Чем дальше, тем хуже. Артизи идет 0.6. Это все понятно. Прекрасно. Но не за горами. И 68-я минута, на которой Артизи... Тут вообще любыми способами, но свои 4-5 слотов выформит. С-4 надо доловить. Это главная заноза в заднице команды Виртуз Про. Год может это сделать. Год пока далековато. И уходит С-4. 2 500 на руках у Шторм Спирита. Наверное, еще один Хекс. Скираса появляется у С-4. Под Артизи, в частности. Артизи не выфармливает. Надо как-то сейвить. Помогать, что ли, поддерживать своего тиммейта. Ох, Пупейф орбит, конечно. Глимер Кейп. После него Кримзон Гвард. И уже 2 100 у него на руках. И сейчас будет уже с Даггером. Потом... А потом все. У Фобоса до Форстафа остается на рецепт накопить. Приобретает себе Хекс Сайленсер. У Элидана 190 с руки. Всего лишь 10 украденного интеллекта. Очень плохо. Все очень-очень плохо. По низу движется команда Секрет. Ну скорее байтят, наверное. Просто перетяжку хотят от команды ВП сюда, чтобы здесь было кому ворваться. Год врывается в Артизи. Пупейф с Блэк Холлом. Года сейчас просто разорвут. У Года есть Аэга, но он разводит. Глобал пошел от ВП. И Глобал, чтобы уйти. Но меня и в прошлом матче это пугало. РП, которые даются, чтобы уйти. Просто Фобос. Эхо слэм в Артизи. Артизи лохэбэшный. Артизи умрет или нет? Кримзон Гвард. Артизи умирает. Вот плевка Азая тоже заплевывают. Пока что 2 в 2. После Аэги поднимается Год. Год начинает наваливать по СФ. СФ убивают. Пупея не отпускать. Пупея убивают. Минус 4. Иллидана тут настреливают. Но это кто бьет-то? Кто это бьет? Это от стенки бьют визаж. Дарксир в итоге забирает Иллидана. 3 в 4 подрались. 2 тысячи заработали игроки команды Virtus.pro. И минус 600 тут Секретов. 6800 экспириенса. Хорошо. И в это время сразу на топ лейн движется команда Virtus.pro. Байбэк есть у всех кроме СФ. А это и хорошо. Страшнее чем СФ здесь никого вообще нет. СФ еще и с Керасой. Байбэк пошел от Зая. У Зая нет волов реплика. Можно драться. Кура. Сайленс пошел на Кура. Кура должны заплевать. Кура убивают. Зая тоже можно ловить. Фамильяры сели. Фамильяры поднимаются. Плевок в Зая. Зай в таверну. Артизи. Добро пожаловать. Артизи летит сюда. Ну и тут ТП-аут 1. ТП-аут 2. Фамильяры ушли. А Фамильяры теперь здесь и останутся. Фамильяры будут теперь понемножку, по чуть-чуть подбивать товара. Бараки. Нет. Ну я так классно придумал, ребят. Пусть фамильяры здесь останутся. Что за такие моднявые ребятки у Лива? Имморталовские фамильяры у него. А что имморталовского делают эти фамильяры, мне интересно просто. Это надо их смотреть. Ну выглядят они, допустим, очень модно-стильно. Ну и носят с собой гирьки, но... Ух, полетел шторм, вы видели? Офигеть вообще, вот это переключился. Лучшее впечатление от этой игры. Тоже иммортал шляпа, по-моему, да? Да. Не иммортал дота вообще теперь уже, не тренд. У Лины появляется Аганим. Юл и Аганим. Хорошо. Шестнадцатый левел через несколько... Просто копеек. Стяжка от Зая. Ульта пошла от С4, по всем Иллидан под Сайленсом. Лох и пеш на Иллидан, год отсюда улетает. Пытается улететь Лил, Иллидан улетает, но отойти тогда. Хотя развели практически на все ульты. Надо отхилиться и отойти. Иллидан, что ты делаешь? С4 ловит у нас все абсолютно. Найсфол в таверну, нет. Байбека у него Фобос, Эхо Слэм на хайграунде. Артизи в таверню, Пупей в таверну. На фонтан просто идти бить их, пока вообще стоят они. Воллов реплика есть. Ну, просто не наступать на нее. Триплкил от Иллидана. Дальше за Пупеем. Плевок в Пупея. Пупей под Глиммер Кейпом. Пупея надо бить еще один удар по Пупею. Пупей под Сайленсом. Плевок в него. Лил уже монстр килл. Потеряли только... Как тебя называют, а? Потеряли, короче, вот эту птицу. Минус 3 в итоге. Делает Лил в этом файте, если не ошибаюсь. Да, Лил забирает третий килл. И команда ВП делает Тим Уайп на хайграунде Секретах. 2 600 по голде, 7 600 по экспириенсу. На центральную линию сразу же. Байбеков ни у кого нет. Начинают бить Тавара. Здесь Т2 стоит. Кто-то бы сюда направился. Это было бы просто замечательно. Но кто-то уже может лететь туда. Нет, нет, да, нет, нет. Лил, где ты? Байбекайся, лети. У Лила там миллион денег на руках. Шаду Шаман появился. Подходить близко, наверное, не будет Куру. Потому что год с ним очень коротко разговор будет вести. Ну все, забрать две стороны и уходить отсюда. Нехрен здесь вообще ловить. Минус две стороны. Это прекрасный фарм. Это великолепный фарм. Просто уйти бы отсюда. Сфол ловит Элидана. Фобос, Дефисура. Ой, как задули в СФО. Сфолло хпшный год. За СФО сразу на Кура. Переключается Кура в таверну. Да, Кура отваливается. Потеряли, потеряли, потеряли. Равновесие потеряли. Артизи лоу хпшный. Артизи надо забивать. ФНГ, что ты делаешь? Иди отсюда, ФНГ. Фобос, только не отдаваться. Фессура. И Артизи лоу хп. И упрыгивает Фобос. Все, убежал ФНГ. Не умер. Год не умер. Где ФНГ? Все разбежались. Хух. Вот это да. 30-20 счет. Конечно, подарили ни за что, ни про что тут или дано. С другой стороны, какие варианты были еще? Надо было добивать бараки и валить. Ох, Артизи скупился. 0-8-9, Артизи. Это ж надо было так сгнобить вообще луну. 15 квп по уголде и 14 по экспириенсу. Фух. Просто додавить. Нас покухи абсолютной. Расслабиться, выдохнуть. Пойти спокойненько. Забрать Т2. Забрать Рошана в конце концов. Че он стоит. Убить Энигму 505 раз. И главное сейчас, это, конечно, не слиться тут в пятером. Первый слив в пятером будет последним сливом. Ребята, я там не сильно ору. Не запирает микрофон. Напишите в чате, чтобы я в виду имел. Так как имел в виду. Команду секретов. Ой-ой-ой, как Артизи и Сфокс. Удачно могут зайти. Пошел сразу же Сайенс по Элидану. Элидан, где Глобал? Не слышу. Пупей под Глобалом. Гот начинает настреливать по Пупее. Пупея надо забирать до Блэкхола. Все, развалили Пупея. Зая разваливает. Эхаслайм от Фобоса. Минус 4, минус 5. Байбэк от Сфо. Но это все уже до одного места. Квапа не вывезет здесь одна. Гуд гейм, уэл плей. Тим Виртус Про выигрывает второй матч данного Б-103 противостояния. Но это просто великолепно. Пупея поднапряглись, подзатянули ПСА и быстренько-быстренько-быстренько развернули игру в обратном направлении. Я, честное слово, в игре от Луны, Энигмы и Квин оф Пейн, я не ждал, что здесь может затащить Сайленсер. Еще не от года Сайленсер, а от Иллидана. И может затащить Лилл. Посмотрите на визажа. 13-4-10. Просто охренеть как круто. 13-4-10. Квин оф Пейн еле-еле тут его обогнала. И то чисто случайно. Все, друзья. До решающего следующего матча. Услышимся через 5-6 минут. И вернемся, в принципе, теперь до катки дня. Не матча, бестов 3, а конкретной катки дня. Удачи команде Virtus.pro. Не забывайте подписываться на канал. Заходите в группу ВКонтакте. Подписывайтесь. Сделайте все, что хотите. Лишь бы всем вам было хорошо. Все, до связи. Продолжение следует. Так. Спасибо.